добрый вечер дорогие друзья после долгого перерыва вызванного тем что может быть и новостей то особых не было для наших традиционных программ гордон по четвергам тем не менее мы начинаем и снова сегодня у нас прямом эфире гордон по четвергам в киеве 18 00 может даже 01 и как обычно как всегда у нас по традиции сначала перекличка напишите пожалуйста откуда вы нас смотрите мне всегда крайне интересно это я люблю географию вот мы видим уже мариуполь мукачева херсон москва присылайте давайте я сейчас по зачитываю немножко для разминки кто откуда и сразу начинаем с места в карьер отвечать на вопросы гордонск пишут но такого города еще нету тернополь мариуполь щецин кривой рог каменск уральский москва торонто москва астана питер германия кривой рог харьков одесса витая прага сочи сардиния хургада сватова львив оренбург воронеж добрый вечер одесса варшава на рига зеленогура екатеринбург харьков нью-йорк сургут щецин польша а литус литва кишинев махачкала дания город оркус из армении местокаминской днепропетровской области каховка татарстан полтава никополь львив грузия запорожье юэсэй тернополь беларусь солигорск уфа финляндия приветствую запорожье москва кенигсберг польша кишинев добрый вечер турция алматы волынь москва днепро смело мордовия латвия америка с вами зуб зубдиди нарезать волгоград мурманск и витаем кенигсберг знов каталония рязань сиэтл юэсэй херсон львив николаев город герой сингапур буша ну весь мир литва октау казахстан бишкек кишинев молдова гамбург марду бруклин москва ногчи это из чечни вышгород пенза швейцария эстония шимкент казахстан черкассы борисполь васильки ирпинь париж днепро польша сан-рэма ирландия житомир от ирландии до житомира газа даже пишут казань киев оболонь нью-йорк санкт-петербург бенкин ботон детройт ижевск куриловка одесса чернигов владивосток фастов бишкек жовтеводы америка штат охайо шария черниги в нидерланды тель-авив монреаль саранск бровары польша белосток таллинн индия самара чернигов в вышневы минск бодайбо киев борщагивка улан-батар харьков бердянск це украина глухів италия пермь непереможне запоріжжя баку германия мариуполь керч ванкувер канада дед мольд киев сан пауло караганда иваново алматы рига виница польша тула киргизстан салам алейкум швейцария на кубань по волжье харьков хайфа молдова учкудук узбекистан кто ж не помнит эту песню учкудук три колодца друзья ну что ну вот на узбекистане закончим нашу перекличку тут сотни идут сообщений я очень рад всех вас приветствовать ощущать что вы рядом нас уже мы только начали 4 минуты 3000 зрителей прямом эфире и я жду ваших вопросов вопросы пускай будут самые острые самые иногда даже противоречивые но спрашивайте пожалуйста все то что вас волнует а я буду на ваши вопросы предельно откровенно отвечать нет вопросов которые вы не можете задать поэтому спрашивайте все мы сейчас будем с вами предельно откровенно общаться дмитрий лише что с вашим туром по америке перенесли мы на март потому что я должен находиться а вот сейчас с конца октября по середину ноября как раз в киеве есть важные неотложные дела и мы решили перенести на март билеты все действительные в марте буду в соединенных штатах америки вы агностики ли атеист вы знаете во время войны этот вопрос уже ответ на этот вопрос уже я бы не давал так категорично как давал до войны я должен сам себе еще разобраться кто я откроется ли третий фронт на тайване все будет зависеть от успеха израиля в войне с хамасом если израиль относительно быстро и бескровно положит на лопатки хамас на глазах у всего мира это будет иметь решающее значение и для украины и для тайваня потому что сегодня весь мир в том числе и те кто хотят захватить украину и те кто хотят захватить тайвань следят за тем что происходит в израиле вернее в секторе газа потому что вы понимаете что соединенные штаты америки оказывает все объявляющую помощь израилю и если с этой помощью израиль результативно победит это будет иметь эффект холодного душа на горячие головы которые хотят которые хотят захватить украину и хотят захватить тайвань израилю конец пишут я очень очень повременил бы с такой оценкой израилю не может быть конец по определению просто по определению поэтому мечты мечты влажные мечты про конец израиля можно оставить при себе война это договорняк как показывает опыт войн необходимо изучать опыт войн разных войн иногда да подумал и добавлю сейчас часто до часто до так покушение на помощника заложного министр внутреннего объявил неосторожном обращении с оружием да но вы сразу пишите покушение я бы не был столь категоричным идет следствие есть целый ряд версий пока рабочая версия о том что это неосторожное обращение с оружием в частности с подаренными на день рождения гранатами которые оказались боевыми задержан полковник тимченко который подарил эти гранаты это товарищ погибшего помощника валерия федоровича заложного и все тут предельно понятно тут нет такого что кто-то кто-то прислал типа подарок а вот подарок открыли взрыв прозвучал нет прислал конкретный человек он известен он не скрываешь туда это я прислал я взял такой подарок но это неосторожное обращение с оружием пока вот такая версия и эта версия она рабочая и следствие работает и скажет в результате свою точку зрения обнародует свою точку зрения так про фаре он мы поговорим еще чуть позже сейчас пусть соберется побольше зрителей у нас уже 5000 5 299 зрителей сейчас мы подождем все соберутся мои профори он поговорим мы про все поговорим по путя сдох спрашивают друзья я хочу порассуждать с вами вместе вслух на эту очень важную я считаю тему сдохли путя шмутя значит у меня нет уверенности в том что он не жив путин да многие из вас наверняка смотрели резонансное интервью профессора соловья который он дал мне это интервью набрала только в ютубе там пять миллионов просмотров на нескольких каналах количество просмотров в тик токе и в инстаграме и в телеграме десятки миллионов просмотров это действительно очень резонансное интервью где профессор соловей сказал что давайте сразу скажу кто такой профессор соловей чтобы тоже вы не думали что это какой-то аферист шарлатан ноу нейм профессор соловей это человек который был долгое время профессором московского государственного института международных отношений не просто профессором он не просто доктор наук он еще был заведующим кафедрой мгимо мгимо это самый крутой институт университет россии считаете поэтому это не кто-то там знаете брякнул и все вы там думаете этот человек у которого есть имя у которого есть научное научное звание научная деятельность вот он мне в интервью сказал что 26 октября вечером владимир путин скончался у себя в резиденции на валдае и труп его находится в холодильнике на валдае что врачей значит задержали в комнате держали одно время потом отпустили но обязанности путина до путин умер от рака которые давно лечили израильтяне говорит профессор соловей которых подсуетил путин и натаньяху а вот теперь обязанности президента россии исполняет двойник путина по кличке васильевич потому что его отчество васильевич васильевич но я профессору соловью сразу сказал что вы знаете валерий дмитриевич я в эту версию не верю но у меня есть один момент с которым я не могу справиться и я хочу посоветоваться с нашими зрителями дорогие друзья мы с вами видим явно разных путиных один путин сидит на расстоянии семи или скольких метров от своих собеседников боясь заразиться чуть не сказал трипером этим ковидом и не подпускает никого к себе так себя любит и другой путин обнимается с дагестанцами в дербенте из ходит в толпу там на красной площади и так далее приходит в палаты к больным детям может это быть один и тот же путин вот шойгу и герасим он сидит на расстоянии семи метров с дагестанцами обнимается на улице может это быть один путин тем более что мы знаем чтобы чтобы с ним встретиться люди сидят в карантине по 5-7 дней но у меня у меня есть большие вопросы по этому поводу я не верю в то что это может быть один и тот же человек а раз это не может быть один и тот же человек тогда что тогда есть двойник а раз есть двойник почему не может быть два двойника почему не может быть три двойника и почему я должен верить что путин настоящий путин действительно Поэтому здесь мне не верится, что Путин мёртв, честно вам скажу, но у меня нет никакой уверенности в том, что он жив. Вот это точное определение. Поэтому давайте смотреть, что будет дальше. Во всяком случае, мы же видим, что сегодня Путин приехал в Казахстан. Ну, тот Путин, который настоящий Путин, он в состоянии вообще выучить имя-отчество президента Казахстана. Такая он. Касым Жамарт Кемелевич, это я вам говорю. Этот Путин, который то ли Путин, то ли не Путин, то ли Васильевич, постоянно путает имя-отчество президента Казахстана. Ну, ты что, выучить не можешь? Касым Жамарт Кемелевич, что тут необычного? Поэтому это тоже наводит на всякие подозрения. Ну, наводит, реально. Попутно хочу сказать, что мне глубоко отвратительно видеть, как в братском для Украины Казахстане принимают это чучело. Я не знаю, повторяю, настоящий это Путин или не настоящий, но в любом случае это чучело. В любом случае это международный преступник, который виновен, виноват в смерти сотен тысяч людей. И русских, кстати, тоже. Это же на нем вина. Это же он их погнал на убой, русских, своих. Хотя русских там мало, на самом деле. Он гонит инородцев, большей частью. Ну, и вот мне очень неприятно, что Путина принимают на высшем уровне в Казахстане. Очень неприятно. Я знаю, как казахи относятся к России, к Путину. И терпеть, чтобы это чучело, это международное посмешище приезжало в Астану и выстраивать почетный караул в честь этого негодяя. Это выходит за рамки моего понимания о добре и зле. Ну, как-то так. Да. Так, так. Вы лжете, мне пишут. Ну, я вообще не практикую ложь, потому что те, кто лгут, они потом легко попадаются на свои лжи. Проще говорить правду. Ага. Сам ты чучело, мне пишут. Ну, да, конечно. Для вас же Путин самый лучший. Для вас и Сталин самый лучший. Вы вон памятники ему в рашке открываете Сталину. Мало он вас уничтожил в 20 веке. Правильно. Это признак русского народа. Чем больше вас уничтожают, чем больше вас ссылают в лагеря, чем больше над вами издеваются, чем больше вас высылают за границу, тем больше вы любите тех, кто это делает. Так. Правду говорить легче. 100%. Фарион, мы вернемся к ней еще. Дмитрий, любим вас и вашу светлую голову. Вот она. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева. Столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Как вы относитесь к белорусам и к Лукашенко? Я очень хорошо отношусь к белорусам. Я считаю белорусов, считал и считаю белорусов очень светлыми, хорошими людьми, глубоко страдающими, потому что эта нация, кстати, во время Второй мировой войны пострадала очень сильно. Каждый четвертый белорус был убит. Но я считаю, вместе с тем, белорусов очень терпеливыми людьми, потому что терпеть такое ничтожество, такого мерзавца, как Лукашенко, могут только очень терпеливые люди. И это вызывает у меня тоже недоумение. Как белорусы в массе своей, выйдя на протесты против этого упыря, его не скинули, и он в результате их перехитрил. К Лукашенко я отношусь крайне отрицательно. Я никогда не прощу этому подонку то, что с территории Беларуси он мне обещал лично в интервью, вы можете посмотреть это интервью, он сказал никогда, вот так, это его интонация, с территории Беларуси русские войска не пройдут в Украину. Он обманул нас, он кинул нас, он поиздевался над украинским народом, потому что с территории Беларуси постоянно и была и есть угроза по отношению к Украине. Я никогда не прощу ему это. Для меня он родной брат Путина, а Путин родной брат Гитлера, значит и Лукашенко родной брат Гитлера. Для меня он военный преступник и он должен отвечать за содеянные им преступления. Он очень виноват не только перед своим белорусским народом, но это пусть белорусский народ оценивает степень его вины. Он виноват перед украинским народом. И за это никакого прощения ему не будет. Подонок. Конченый подонок. Так, ты к Зеленскому хорошо относился, а теперь переобуваешься. Ребята, проще всего навесить ярлык. Очень просто навесить всегда ярлык. Человек не бывает одинаковым в течение длительного периода времени. Соответственно, и отношение к человеку не бывает одинаковым в течение длительного периода времени. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Как вы относитесь к Муратову, Новику и Кальбац? Ну, это очень разные люди. Это надо говорить о каждом. Так, пан Дмитрий, что вы думаете про Игоря Смешко? Я очень тепло, очень хорошо, очень нежно отношусь к Игорю Петровичу Смешко. Это выдающийся государственный деятель. Это человек, который, если вы посмотрите его публичные выступления, все сказал об этой войне полномасштабной и о ее последствиях еще 6-5 лет назад. Все было сказано. Поднимите его выступление. Ужон-то в силу своих знаний хорошо понимал и понимает, что такое Россия, кто такой Путин. Игорь Петрович на боевом посту делает огромное дело для Украины. И я уже говорил неоднократно, что после нашей победы, когда ему будет разрешено уже давать интервью, он подписывался, что он ни слова не скажет во время войны, подпись поставил. Когда ему разрешено будет давать интервью, он расскажет нам много интересного. Во всяком случае, я уверен, что первое публичное появление Игоря Смешко, оно будет у меня в программе, оно будет крайне интересным для всего мира. Как относитесь к Кыргызстану? Хотели бы приехать? К Кыргызстану отношусь очень хорошо, приехать не хотел бы, потому что нахожусь в розыске. Россия меня объявила в розыск. И там, где принимают Путина, а в Кыргызстане принимают Путина, конечно, мне не место. Когда всё изменится, когда Россия будет осуждена, фашистская Россия, государство России будет осуждено трибуналами, Путин и его подельники понесут уголовное наказание, тогда, конечно, я приеду в Кыргызстан. Как вам дуэт Аристоевича и Разумкова вместе организовывают партию? Первый раз об этом слышу, не знаю ничего. Так, как оцениваете деятельность Дмитра Корчинского? Незнаком с его деятельностью, нечего сказать, к сожалению, не знаю. Почему Украина не признаёт Хамас террористической организацией? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Для меня Хамас террористическая организация. Я в первый же день агрессии Хамаса против государства Израиль, после зверских убийств сотен израильтян и захвата заложников израильских, я сразу же осудил Хамас и сказал, что я всецело поддерживаю Израиль, который должен восстановить справедливость. Как вы относитесь к Земфире? Ну, талантливейший человек, что тут говорить. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это всё связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и чёрный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Дмитрий, вы обещали опубликовать интервью с Марчуком, которое вы с ним записали и не опубликовали. Да, я записал несколько интервью с Евгением Кирилловичем Марчуком, выдающимся украинским политиком, который знал о новейшей истории Украины, думаю, всё. Ну, сами посудите. Человек был первым заместителем председателя КГБ Украинской ССР, затем первым председателем Службы безопасности Украины. А ещё он был премьер-министром, а ещё министром обороны, а ещё секретарём СНБО. И, конечно, он обладал контрольным пакетом знаний о всех украинских политиках. Он твёрдо знал, хорошо знал, кто из наших руководителей является агентами КГБ, кто является агентами ФСБ. И у нас было много разговоров на эту тему. Два интервью с Евгением Кирилловичем, по-моему, два опубликованы, а одно не опубликовано, шестичасовое. Ещё не время. Ещё не время, потому что если опубликовать это интервью, много украинцев будет плакать. Мы и так плачем сегодня во время полномасштабной войны, поэтому я бы не хотел публиковать пока это интервью. Нас смотрит 11 тысяч человек. Дорогие друзья, я очень рад, что вы отложили в сторону, наверняка, свои важные дела и тратите время на наш разговор, но я постараюсь оправдать ваше доверие, и мы будем говорить интересно. Знал ли Горбачёва причастности к КГБ к гибели Цоя? Я думаю, что у меня нет никаких данных о причастности к КГБ к гибели Цоя. Насколько я понимаю ситуацию, я разговаривал с рядом людей, которые близко дружили с Цоем. Ну, я у самого Цоя брал интервью за 5 месяцев перед этой трагедией, когда он разбился в автокатастрофе в августе 1990 года. Я с ним встречался 6 апреля 1990 года в Киеве. Делал интервью с Виктором Цоем. Так вот, от людей, которые его хорошо знали, которые его хоронили, которые его переодевали перед похоронами, в частности, как тот же Михаил Муромов, да и другие люди, все мне говорили, что он просто заснул за рулём, он с рыбалки ехал, поэтому было раннее утро. От этого никто не застрахован, не дай бог никому. Так, когда будет интервью с Юрием Швецом? Будет обязательно, мы с ним часто делаем интервью. Как там Л.Д. Кучма? Как Леонид Данилович Кучма? Леонид Данилович Кучма хорошо. Мы периодически встречаемся, он и перезваниваемся. Он в полном расцвете находится интеллектуальном. И он очень много думает, он много переосмысливает. И я вам пообещаю, где-то до 20-го числа, до 20-го ноября, связанный с Леонидом Кучмой сюрприз. Пока не имею права говорить, какой. Как оцениваете творчество Лимонова? Ну, это большой писатель. Если мы о творчестве говорим, политические взгляды, там мухи с тараканами вообще в голове его перемешались. Но если говорить о творчестве, писатель Эдуарда Лимонова, он большой писатель 20-го века, безусловно. Почему Украина не узаконила двойное гражданство? Я не думаю, я уверен, что Украина это сделает. Мы обязательно примем двойное гражданство, за исключением, конечно, второго гражданства страны-агрессора. Вот это никогда не будет возможно. А второе гражданство стран, которые являются друзьями Украины, ну, конечно, почему бы нет? Какое будущее Украины и когда все закончится? Это, казалось бы, простой вопрос, но на самом деле это самый сложный вопрос. Будущее Украины однозначно прекрасное. Я не буду утруждать себя аргументацией. Я скажу о глобальных вещах. Украина – это потрясающее место на карте мира, это потрясающая земля, которая, несмотря ни на что, которая, несмотря на разные периоды в её истории, она восстаёт из пепла, она возрождается, она рождает огромное количество гениев и великих, и выдающихся людей. Украина – это какая-то божья земля, я бы сказал. Поэтому у меня нет никакого сомнения в том, что мы будем процветающей, прекрасной страной. Мы и есть процветающая, прекрасная страна. Это вызывает кое-кого, а именно у фашистской России, притязания. Но чихать мы на них хотели. Мы будем процветающей страной. И когда всё закончится, на этот вопрос вам не даст ответ никто. И я в том числе. Я не хочу быть профаном или, знаете, таким самонадеянным человеком, чтобы сказать. Это всё закончится, знаете, палец в рот засунул, посмотрел на солнце и сказал, это всё закончится такого-то числа. Но, к сожалению, никто сказать это не может. Это может закончиться завтра, а может закончиться послезавтра, а может закончиться через год, а может закончиться через 20 лет. Никто не может это сказать. Если у русских тактика воевать на изнеможение, то как нам быть? Очень хорошую статью написал Валерий Фёдорович Залужный в The Economist из Дании, где он чётко совершенно сказал, как нам быть. Нам нужно искать технологии, искать, находить и внедрять в производство технологии, которые позволят меньшим количествам военнослужащих добиваться куда более серьёзных успехов. Я думаю, что именно за технологиями будущее, потому что когда маленькая бздюлька под названием дрон, стоящая пару тысяч долларов, уничтожает танк ценой 10 миллионов долларов, это другая война. Это совершенно другая война. Поэтому будущее за технологиями, и настоящее тоже за технологиями. Мне же рассказывают ребята, как происходит на фронте. Любое движение, то ли живой силы противника, то ли техники, сразу заметно, потому что мы находимся в землянке, допустим, и у нас висят дроны везде, и на 10 километров туда и сюда всё видно. И любое перемещение видно. Но это же другая война. А дальше будет подключение космических технологий. А дальше я не исключаю, что что-то из космоса будет лететь на кого-то. И даже знаю на кого. На русских. Поэтому посмотрим. Технологий много, и я уверен, что с помощью цивилизованного мира мы эти технологии направим в нужное русло. Так, могла ли наша страна давно выиграть эту войну, если бы не коррупция? Коррупция – это ужасный такой минус. Коррупция пронизала всю Украину. Не сегодня, не вчера. А 32 года Украина живёт в условиях страшнейшей централизованной коррупции. И ничего не меняется, к сожалению. Это наша беда. Это наша драма в этом. Конечно, если бы не было коррупции, нам было бы легче воевать. Потому что… Что такое коррупция сегодня на войне? Коррупция на войне – это когда заместитель министра обороны Украины Шаповалов задерживается СБУ с подозрением в присвоении миллиарда гривен. Ни хрена себе заместитель министра обороны воюющей Украины задерживается СБУ. Миллиарды скачут во время войны. Коррупция – это военкомы-миллионеры. Коррупция – это огромное количество людей, которые переводят украинцев за границу незаконно. Коррупция – это ещё куча примеров. И всё это, конечно, мешает Украине эффективно воевать. Что я могу сказать по этому поводу? Я об этом говорю долгие годы. Слава Богу, что у нас есть Ютуб, и всё есть в Ютубе. И любой может увидеть это. Всё, что я говорил в течение долгих лет. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева. Столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А ещё профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы ещё не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать всё. Ваши отношения к Алле Пугачёвой. Я её обожаю. Это певица, с которой связано моё детство, юность, молодость. Я люблю её не только за её потрясающие песни. Я люблю её за её ум, за её позицию, за её последовательность. Это грандиозная женщина. Грандиозная. Вы согласны с мнением Швейца и Ермаке, что он агент Кремля и коррупционер номер один? У меня нет таких данных. Я, если бы имел подтверждающие документы, я бы сказал согласен. Но поскольку у меня документов этих нет, я не могу с этим согласиться. У меня нет информации. Говорят всё, что угодно. Говорят о Ермаке, говорят обо мне, говорят о других. Ну, что он, этот хряк-поворознюк, говорил же, что я агент ФСБ, что у меня квартира в Москве. Ну, сейчас он в суде находится со мной. Я подал на него в суд за это. Поэтому, ну, говорить можно. А правда ли это? Мы же знаем, что говорить можно всё, что угодно. Повторяю, у меня таких документов нет. По поводу Андрея Ермака. Так, сейчас время играет на Россию. Да, я согласен с этим, потому что у России огромный мобилизационный ресурс, мяса много, поэтому Россия может годами вести такую позиционную борьбу, отправляя мясо на убои. С неё станется. Там мясо этого на каждом шагу. Поэтому, конечно, сегодня, сегодня да. Ваши отношения к Гудкову после ссоры. Я не знаю, какой ссоры. Первый раз слышу. Слушаете ли вы сейчас любимые вами песни российских исполнителей? Песни хороших исполнителей, таких как Макаревич или Грибинщиков, которые поддержали Украину, с удовольствием слушаю. Все остальные песни не слушаю, потому что люди, которые их поют, мне глубоко отвратительны. Так, Дмитрович, не хотел бы вы заработать интервью, гуляющий по Буче, Черпеню. Я обязательно это сделаю. Обязательно. У меня есть это в планах. Как относитесь к Юрию Бардашу? Конченый человек, без Родины, без флага, без мозгов, предатель Украины. Как я к нему могу относиться? Он конченый человек. Все люди, которые предали Украину, они конченые, а некоторые даже не начатые. Сталин или Франко? Что надо выбирать? И то, и то, не в ту степь. Так. К белорусам, как я отношусь, я ответил. Какая ваша миссия по жизни, какое у вас предназначение? Рано еще говорить на эту тему. Рано говорить. Миссия, я думаю, в том, чтобы через свои интервью, через свои выступления нести правду людям о времени, о людях, которые формировали это время. Это работа исследователя, анализирующего наше будущее. Это исследование и истории, и людей, которые творили эту историю. Будет ли интервью с Панасенковым? Это такой отвратительный человек, какое интервью? Посмотрите на его лицо. На его лице написаны все его пороки. Так. Как думаете, кто напал на Царева? ФСБ или Кадырац? Или все же СБУ? У меня нет подтверждающих документов о том, кто напал на Царева. Дмитрия Кузьму Скрябина убили за его позицию и правду. Я считаю, что нет. Я считаю, что это была просто катастрофа, и никто его не убивал. Я уверен в этом. Когда мы возьмем Крым и Донбасс, как быть с путиноидами? Вы знаете, когда мы возьмем Крым и Донбасс, мне кажется, почти никого из них там не останется. Как показывает опыт освобожденных нами территорий, те, кто хотят жить при Путине, убегают с отступающими русскими войсками. Поэтому у меня есть твердое ощущение, что все эти коллаборанты, предатели, они все сбегут с русскими. Как, между прочим, всегда и бывает. Когда освобождали Украину, допустим, от гитлеровцев, все полицаи, как правило, все полицаи сбегали вместе с немецкими войсками. Поэтому ничего нового здесь нет. Пример Волчанска. Вот смотрите, в Волчанске было огромное количество... Это городок. Там было огромное количество людей, которые поддерживали Путина. Это городок на границе Украины и России. Сотрудничали активно с российской администрацией, когда Волчанск был в оккупации. Когда наши пришли освобождать Волчанск, все эти коллаборанты, практически все, свалились с русскими. Поэтому будущее украинского Крыма и украинского Донбасса я вижу заранее очищенным от сбежавших коллаборантов. Где находится Джангиров? Понятия не имею. В Москве, наверное, где же мы еще находимся. Может, в Санкт-Петербурге, не знаю. Он так любил Россию и Путина. Так любил. Так, Дмитрий, как думаете, будет ли конфликт на Кавказе у России с Чечней, Дагестаном или Грузией? С Грузией вряд ли. А то, что касается Чечни и Дагестана, у меня есть уверенность. Просто уверенность в том, что именно оттуда начнется освобождение России, именно с этой территории. И то, что сейчас происходит в Чечне, я расцениваю очень позитивно. Я не скрываю этого. Мне очень нравится, как себя ведет Рамзан Кадыров по отношению к русским. Мне очень это нравится. Мне нравится, как его сыну вручают ордена президенты соседних Кавказских республик. Мне нравится, как Кадыров организовывает вооруженное формирование в Чечне. У меня нет даже двух мнений в том, что Рамзан Кадыров первым разрушит Россию и уведет Чечню из России. Потому что Чечне в России не место. Потому что каждый чеченец помнит, что русские убили 150 тысяч чеченцев только на первой и второй чеченских войнах. А сколько чеченцев и ингушей погибло, когда русские выселили целые народы в 1944 году во время сталинских репрессий. Кто считал, сколько погибло чеченцев, детей, пожилых людей. Поэтому у каждого чеченца это генетически в памяти. И он никогда не просит Россию. Я это твердо знаю. Поэтому, как бы кому не нравился Кадыров, но я считаю, что на нем историческая миссия по выводу чеченского народа из русского плена. Что он и сделает. А дальше пойдет Дагестан, без сомнения. А дальше пойдут другие народы Кавказа. И Якутия уйдет. И Татарстан. Чего ему оставаться там? И Башкортостан. И так далее, и так далее. Россия как страны я не вижу в будущем. Это неуправляемая страна, которая теоретически на страхе стоит какое-то время. Но вспомните Советский Союз. Тоже стоял на страхе, а потом рассыпался так, что никто даже не понял, как это произошло. За один день. Хотели бы иметь второе гражданство США. Вы знаете, у меня одно гражданство, Украина. Я не вижу надобности иметь второе какое-то. Вот честно вам скажу, не вижу надобности. Может, если меня как-то убедят, что это интересно, я увижу. Но из того, что я знаю и понимаю и чувствую, мне второе гражданство не нужно. Мне очень классно быть гражданином Украины. Это моя родина, страна, где я родился, где я прожил всю жизнь. Я люблю ее. Ну, я себя не вижу гражданином никакой другой страны. Правнучка Хрущева Рада сказала, что дед Крым не дарил. Правда? Правнучка Хрущева Рада, наверное, жила в 1954 году и помнит, как это было. Это я с иронией говорю. Мне нравится, когда правнуки начинают рассказывать о том, что было с их прадедушками. Тут с собой не разберешься, что было, а тут прадедушек поднять еще. Я разговаривал неоднократно на эту тему с Сергеем Никитичем Хрущевым, сыном Никиты Сергеевичем. Сергей Никитич все знал хорошо, потому что он был неразлучен со своим отцом. Он уже в то время был известным ученым-ракетчиком, героем социалистического труда. Он ездил все время с отцом в визиты в Соединенные Штаты, куда он только не ездил. Он был с ним, повторяю, неразлучен. Он знал все. И он был тогда в 1954 году во время приезда Никиты Сергеевича в Крым. Вот сейчас я об этом расскажу. Это очень интересно на самом деле. Потому что Никита Сергеевич Хрущев приехал в Крым в 1954 году. Крым представлял совершенно жалкое зрелище тогда. Была страшная засуха, канала не было. Крымских татар, пострадавший еще один народ от советской власти, насильно выселили из своих домов и на их место заселили крестьян из русских провинций. И вот высыпали, говорил мне Сергей Никитич Хрущев, крестьяне из Смоленской, Тульской, Орловской, Курской областей, опухшие от голода. Они говорили, тут ужасная земля, мы не можем ее обрабатывать, нас заедают москиты. Они все были в красных волдырях. И говорят, заберите нас отсюда, мы тут не можем. И тогда Хрущев поехал прямо из Крыма в Киев к первому секретарию ЦК Компартии Украины Кириченко и сказал ему, принимай Крым, завтра оформим на президиуме в Москве. Кириченко взмолился, он говорит, куда мне Крым? Я тут еле справляюсь с Украиной, с остальными областями. Куда мне? Я не хочу Крыма, никто не хотел Крыма. А Хрущев ему сказал, почему он принял такое решение. Потому что Крым соединен с территорией Украины. Единая энергетическая система, единые каналы, железная дорога, все полностью. Крым, он фактически на тот момент был частью Украины, а не частью России. Но тогда, надо сказать справедливости ради, это был Советский Союз, где была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Украинская Советская Социалистическая Республика. И ни у кого даже в голове не было мысли о том, что когда-нибудь Советский Союз может распасться. Поэтому на следующий день они поехали в Москву, Хрущев и Кириченко. В Москве было принято официальное решение о передаче Крыма Украинской ССР. А дальше все просто, ребята. Когда Советский Союз развалился, организованно под руководством трех руководителей бывших союзных республик России, Украины и Белоруссии, было принято решение, территория союзных республик является территорией вновь образованных государств. Поэтому Крым это что? Украина. И кто пытается говорить, что Крым это не Украина, тот нагло лжет. Крым – Украина. Точка. Идем дальше. Нас смотрит 15 577 зрителей. Так. Че посылайся Крыза в отношении с Польшей? Че в она пиде за Угорщиной и Словаччиной? Вы понимаете, я понимаю вот что. В Венгрии, в Словакии руководят этими государствами премьер-министр Орбан и премьер-министр Фитца – это друзья Путина. Поэтому политика сегодняшняя, политика Венгрии и Словакии пропутинская, к сожалению, как бы нам того не хотелось. Почему Орбан и Фитца следуют фарватере путинской политики – это второй вопрос. Я думаю, все дело в деньгах. Или в агентурных связях давних, или недавних, или просто в покупке этих деятелей. Потому что когда я вижу рядом с Путиным и в руководящих структурах нефтегазовой отрасли России федерального канцлера Федеративной Республики Германии Шрёдера и премьер-министра Франции Фиона, руководителей Германии и Франции, которые в услужении у Путина и получают огромные бабки, то получали, они уже типа ушли оттуда в момент войны полномасштабной, то почему Орбан и Фитца не могут тоже работать на Путина, как работали, безусловно работали, Шрёдер и Фион. Такой мир. Что касается Польши, Польша – это страна, которая протянула нам руку помощи в самое тяжелое для Украины время. А я призываю всех помнить всегда хорошее и иметь всегда возможность и потребность, главное, благодарить за хорошее, всё хорошее, что было сделано. Вспомните первые дни войны, первые месяцы войны, когда украинские женщины с детьми бежали через границу от фашистских обстрелов, от этого ужаса, который обрушился на Украину. Как Польша открыла границы, как поляки помогали украинцам, как устраивали их на учёбу, на работу, какие пособия платили. И платят до сих пор, и помогают до сих пор. Поэтому давайте быть благодарными Польше, польскому руководству и полякам. И я считаю, что отношения между Польшей и Украиной будут развиваться всегда хорошо. Несмотря на некоторые неурядицы, ничего неурядицы и в семьях бывает. Потом всё становится на свои места. Так, вы думаете, нужно ли расстреливать за коррупцию во время войны? Расстреливать не знаю, но сажать пожизненно я бы сажал. Вот чётко принять закон, крадёшь во время войны чиновник, в тюрьму пожизненно, вот я думаю, тогда что-то бы получилось. Но опять-таки, где гарантия, что не коррумпировали бы те, кто должен отправлять пожизненно? Ну ничего, учитывая то, что мы идём в Европу, и то, что нам сказали чётко принять единые правила и законы, для того, чтобы быть в Европе, я думаю, что коррупции у нас будет мало. Почему вы решили, Дмитрий, что Россия распадётся? У каждой страны есть право на территориальную незыблемость. Слушайте, ну я не решил, что она распадётся. Я уверен, что она распадётся. Это искусственное образование территориальное. Потому что у мусульман Дагестана или мусульман Чечни нет ничего общего с жителями Тверской или Тамбовской областей. Ну просто ничего общего. Это искусственное образование. Советское образование. Поэтому, Дмитрий, когда уже наконец разоблачение Петрова и Иванова? Я думаю, что конец ноября, потому что огромное количество материала. Этот материал, поймите, надо проверять, надо обрабатывать, надо выстраивать в единую линейку. Я же системный человек, поэтому это целое повествование на несколько часов с фактами, с документами, с видео, с прослушкой, с просмотром телефона, со всеми делами. Здесь много архивных материалов. Например, надо же показать, что Петров, например, был организатором тетушек во время Майдана в 2013 году. Он их свозил, он их организовал, он их свозил на Майдан. На его руках кровь украинцам во время Майдана. Но это не просто языком ляпать надо, это надо показывать и доказывать. Поэтому на это, конечно, уходит время. И Майо, и группы, которая работает над этим. И есть еще целый ряд дел, и луганских дел, например, Иванова. Надо показать все его связи, надо показать связи его отца. Отец Иванова, сам Иванов имеет кличку обоссанный прокурор. Почему? Потому что он был прокурором в Луганске еще при Януковиче. И поскольку он алкоголик, он обсыкался во время того, когда напивался. Поэтому кличка обоссанный прокурор. Но дело в том, что он мажор. Его отец был руководитель области много лет, Луганской. Второе лицо после Тихонова, после Ефремова, он был первым замом у них. Поэтому этот мальчик с золотой ложкой во лбу так жил там в Луганской области. Потом, когда власть партии регионов рухнула, он быстренько переметнулся сюда, в Киев, стал учить украинский язык и уже разговаривая украинскую, такую литературно вышуканную украинскую навить, вместе с подонком Петровым. Но ребята просчитались, они думали, что они могут оскорблять всех и все будут это терпеливо переносить. Вот они оскорбляли, оскорбляли всех, и все делали вид, что ничего не происходит. Пока до меня не дошли. Это была их роковая ошибка. Я их призову к ответу. Очень страшно им будет, конечно. Жизнь их превратится в ад. Эти два негодяя понесут в полной степени ответственность. Им никто не поможет. Их никто не спасет. Это я твердо знаю. Это клиенты прокуратуры и следственных органов. Самые прямые. Так, рано или поздно Америке это надоест. И что вы будете делать? Ну, я не имею такой информации, как у вас, что Америке это надоест. Америка это огромная страна, являющаяся самой передовой страной мира. Она занимается геополитикой. А если смотреть на геополитику, Украина Америке надоест не может. Потому что Украина важнейшее звено геополитических целей Соединенных Штатов. Когда новое интервью с Сергеем Пугачевым обязательно будет. Друзья, нас смотрят 15 680 зрителей. Мы всем благодарны. Будет ли интервью с Денисом Прокопенко? Обязательно. Вам нравится расследование Марии Певчих и ее команды? К сожалению, я знаю, кто такая Мария Певчих, но не смотрю так. Только новостную ленту смотрю и вижу, что они еще расследовали. Что скажете о внешней политике Армении? Я думаю, что Армения уходит от России. Они, думаю, я знаю, Армения уходит от России. Армения уйдет от России. Потому что Армения наконец поняла, ее элиты поняли, что с Россией находиться это значит не развиваться государству, стране, людям. Поэтому будущая Армения я связываю с ЕС, с НАТО, с Соединенными Штатами, с Францией, но никак не с Россией. А что было бы, если бы Немцов был бы жив и стал президентом России? Об этом можно было бы только мечтать. Это был грандиозный человек, которого я очень любил. И я считаю, что он был бы идеальным президентом России. Другое дело, что россияне бы его никогда не избрали президентом. Россияне любят избирать таких, как Путин. Вот им Сталин нужен, Путин нужен. Рабы избирают себе вот такого хозяина. Это их приоритет. Так. Как относитесь к Джохару Дудаеву? Ну, это, безусловно, личность была, сильнейшая личность, мудрейшая личность. Я со знаком плюс к нему, конечно же, отношусь. Ваше отношение к Комарову? К журналисту Дмитрию Комарову, но он умница, он очень хороший журналист и делает прекрасную работу. Он когда-то путешествия снимал прекрасно, сейчас он прекрасно снимает интервью с первыми лицами украинской политики и делает это замечательно. Мне очень нравится все, чем занимается Дмитрий Комаров. Саакашвили втрымается, ну, остается только молиться за это, чтобы он втрымался. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, сейчас мы будем обсуждать, конечно, Алексея Арестовича, много вопросов, очень много, и Фарион будем обсуждать, и ссору Зеленского с Залужным, все сейчас обсудим обязательно. Я хочу вам сказать, что очень прошу всех подписаться на мой Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Там я могу быть самим собой, не думать о том, что может сказать Ютуб или Фейсбук или Инстаграм или ТикТок о том или ином продукте, который я выпускаю, а в Телеграме разрешено все, поэтому там я делаю все, что хочу. Поэтому подпишитесь пожалуйста на мой Телеграм-канал Дмитрий Гордон, и я вам скажу, что такого качества новостей вы не встретите ни на одном Телеграм-канале. Это абсолютно незаангажированные честные новости. Ну и вы видите в уголочке QR-код написан на дроны для ВСУ. Я хочу похвастаться вам, сказать, что мы уже приобрели 100 дронов для наших сбройных сыновей. 100. Это произошло как раз сегодня. Значит, ну, это счастье. У меня была цель когда-то 100 дронов приобрести, и вот мы с помощью интернет-магазина Гордон Шоп, где продается мой мерч, с помощью наших зрителей, которые донатят во время таких стримов деньги, приобрели эти 100 дронов. 90 уже находятся на фронте, еще 10 мы передадим в ближайшее время. Я очень прошу вас, кто сколько может, донатьте, пожалуйста, для этого нужно приложить камеру вашего мобильного телефона к QR-коду и задонатить, и задонатить, кто сколько может. Это монобанк, это банка, это абсолютно прозрачная, чистая история, в отличие от множества фондов, где непонятно куда деньги деваются, тут все видно. Заходите, смотрите, вот движение денег по счету, вот деньги получили, сколько от кого, вот они пошли в магазин, вот с магазина они пришли ко мне, и я уже отдаю их в бригады, у нас есть ответственные от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, это наша совместная программа с Министерством Обороны, и ответственные говорят, в эту бригаду столько-то, в эту бригаду столько-то, приезжают ко мне представители бригад, получают дроны, акт приема передачи, все выставляю отчетность на у себя посты ставлю в инстаграме, то есть полная прозрачность, здесь вы можете быть уверены, что это не уйдет никуда налево, что деньги не будут разворованы, все так, как должно быть. Дмитрий Ильич, когда мы узнаем имена убийц на Майдане, боюсь никогда. Что вам сказать? Вот сейчас Петрова попробуем привлечь к ответственности, того самого Петрова, политтехнолога с YouTube-канала Исландия, подонка этого, вот его попробуем привлечь к ответственности, потому что на нем, повторяю, кровь Майдана, но получится следующих попробуем привлечь. Их там немало. Дальше. Так, спасибо. Почему нет новых интервью с Швецом? Сделаем обязательно с Юрием Борисовичем. Если так ненавидишь Путина, почему интересуешься даже его луком и чесноком? Когда ненавидишь человека, интересуешься всеми подробностями о нем. Что ты думаешь про Дубинского? Неприятная личность, если двумя словами. Я бы сказал тремя словами. Крайне неприятная личность. Так, как вы относите? Проскочила. Что вы думаете о Вячеславе Ковтуне, Василии Вакарове, Килинкарове? Значит, это все люди на службе у российской пропаганды. У каждого из них есть свои роли. Ковтун выполнял роль мальчика для битья. Показывать глупого украинца, которого все бьют. Он такой сносит эти удары, такой собачка такая. Вот показывать украинцам никчемными была его задача, с которой он справлялся. Давно его, кстати, не вижу, Ковтуна, на экранах российских телевизоров. Килинкаров, Вакаров, Олейник, это все коллаборанты, предатели Украины. Я о них говорил еще до полномасштабной войны за годы. Я этого Вакарова подонка показывал, Килинкарова. Это негодяи все. Это люди, которые продались России, которые являлись то ли агентами России, то ли просто на бабках сидели российских. И на свою родину то ли льют грязь, то ли играют роли. Вакаров тот вообще многозначительно стоит, многозначительный он. Это его роль такая. У каждого свои очерченные роли. Их очертила им российская пропаганда. Соловьев витийствует, Вакаров стоит. Соловьев говорит вы украинцы, вы там то. Тот стоит молча, сносит это все. Это его роль. Килинкаров и Олейник, их роль обгаживать Украину, руководство Украины. Вот они этим занимаются. Конечно же не бесплатно. Я думаю, что они все миллионеры долларовые. Так, можно уточнить, почему у вас претензии были к президенту Зеленскому до войны? Да можно, конечно, уточнить. У меня к Владимиру Зеленскому были три главные претензии до войны. Коррупция в стране, отвратительная кадровая политика и борьба со свободой слова. Я об этом говорил тогда, я об этом говорил в глаза Владимиру Александровичу несколько раз. Во время войны я принципиально не критикую президента, потому что сегодня у нас один враг фашистская Россия Владимир Путин. И я считаю, что критиковать президента это расшатывать Украину. Сегодня играть против президента это играть против себя, потому что я Украина. И если я буду расшатывать ситуацию внутри страны, я буду себя расшатывать. Тем более, что во время войны Владимир Зеленский блестяще справляется со своими конституционными обязанностями. Он не убежал из страны раз. Это очень важно. Президент остался на месте. Он очень хорошо ведет международные коммуникации. Это огромный плюс. Я не представляю, кто бы из таких политиков мог бы так это делать с таким блеском, как не политик профессиональный Зеленский. Он с этим справился блестяще. Поэтому я не скрывал своих претензий к президенту до войны. Я не скрываю, говорю о них сейчас, что они у меня были до войны, эти претензии. И я сегодня говорю о том, что нам необходимо всем поддерживать своего президента и не расшатывать ситуацию внутри Украины. Предельно четко, предельно понятно, мне нечего скрывать. Потому что некоторые говорят, о, ты же до войны критиковал Зеленского, а сейчас что-то не критиковал и было за что. А сейчас не критикую и говорю почему. Так, что как относитесь к Ельцину? это долгий разговор, как я отношусь к Ельцину, однозначного отношения у меня к нему нет. Есть, безусловно, плюсы у него огромные, но его главный минус перевешивает весь его плюс. А главный его минус привод к власти, он привел к власти Путина. Поэтому я себе задаю вопрос, кто больше всех виноват в войне против Украины, в убийстве украинцев, разрушении нашей страны? Путин. Кто привел его? Ельцин. Ельцин виноват в этом? Да. Да, виноват. Дмитрий, смотрели интервью Собчак и Маргенштерна. Я включил его, я его посмотрел минут пять и перестал смотреть. Нет, я даже скажу, почему перестал смотреть. Скажу, почему перестал смотреть. Во-первых, мне стало отвратительно Собчак, потому что она явно работает по заказу Кремля. Во-вторых, я увидел в этом интервью заказ Кремля на возвращение Маргенштерна в Москву. Он, бедный, сидит в Дубае и боится нос показать в России, потому что его быстро упекут. А таким образом Собчак, как я считаю, действует по заданию Кремля. Кремлю очень важно вернуть ряд людей для того, чтобы показать, ну смотрите, обществу показать. Особенно это перед выборами Путина важно сделать. Ну смотрите, видите, вот они критиковали Путина, критиковали, а потом что? А потом назад попросились, осознали свою ошибку. Видите, значит Путин все-таки прав. Вот парадигма какая. Поэтому я считаю, что Собчак действует в унисон с Кремлем. Это интервью было подготовлено ей именно ради этого. и если мы увидим скоро Моргенштерна в Москве, я был прав. Так, что думаете о Германе Стерлигове? Я о нем очень давно не думал. Так, Луценко воюет, респект и уважуха. Сто процентов. Хочет ли Путин восстановить СССР? И как вы думаете, зачем ему это надо? Нет, я думаю, он не хочет восстановить СССР. Он хочет ради сохранения личной власти увеличить территорию России. И сказать, россияне, видите, я вот империю расширил. Причем нужна ему Беларусь, нужна, конечно, Украина. Причем не просто там Донецк, Донбасс или Крым. Нет, вся Украина нужна. Не сомневайтесь в этом. Вот по Средней Азии у меня вопросы. Молдавия нужна, Молдова. Они называют ее Молдавия. У них до сих пор Молдавия, Белоруссия, Киргизия. Киргизы на уши становятся, когда слышат, как русские говорят Киргизия и Киргиза. Они не Киргизы, они Киргизы. Ну вот, что касается Путина. Друзья, 17 025 зрителей нас смотрят. Что будет с Президнестровьем? Зайдут ли туда ВСУ? Я думаю, после победы Украины туда зайдут войска Молдовы вместе с войсками Румынии. Или после победы Украины 14-я армия оттуда испарится российская из Приднестровья, и Приднестровье на этом закончится. Нет никакого Приднестровья, есть Молдова. Молдово. Так, да, ну, очень много вопросов про Алексея Арестовича. Очень много вопросов про Форион, и очень много вопросов про конфликт с Орусом, Залужного и Зеленского. С чего начнем? Ну вот, напишите. Вот у нас три темы эти, такие большие остались. С чего мы начнем? С какой темы? Я жду совета наших любимых зрителей. Давайте мы сейчас посмотрим, что нам скажут. Напишите, пожалуйста, Форион Арестович или Залужный и Зеленский? С чего начинаем? Сейчас подождем, это очень интересно. Конфликт пишет Зеленский. Форион Арестович Арестович Так, ну еще, сейчас подождем. Арестович, Арестович Залужный Арестович пожалуйста. Форион Арестович Арестович Так, ну мы по-честному работаем, больше всего по Арестовичу пишут. Начинаем разбирать Арестовича. Значит, вопрос звучит так, чем закончит Алексей Арестович? Ну, я вам скажу, что вопрос звучит еще более широко. Что я думаю о том, чем занимается сейчас Алексей Арестович? А есть еще более широкий вопрос, на кого работает Алексей Арестович. Я постараюсь сейчас проанализировать комплексно фигуру Алексея Арестовича и его нынешнюю позицию. Это очень важно, мне кажется. Значит, Алексей Арестович является очень подготовленным человеком. Умным, грамотным, понимающим психологию, цепким, умеющим... Умеющим выделить главное и отбросить второстепенное. И, безусловно, это очень подготовленный политик. Я его сейчас называл политиком, и многие могут сказать, ну, разве он политик? Да, конечно, он политик, и он, повторяю, очень подготовленный политик. Мы знаем, что Алексей Арестович был сотрудником офиса президента до войны довольно долгое время. Потом он ушел оттуда вследствие разногласий с офисом президента. Затем, в первый день войны, как он мне говорил в интервью, его пригласили опять туда на работу. И, насколько я знаю, в начале войны, первые месяцы Алексей Арестович практически не выходил из кабинета Владимира Зеленского и присутствовал при важнейших совещаниях и при важнейших принятиях решений. Важнейших решений. И, конечно, Арестович в курсе всей кухни офиса президента. Дальше. Что произошло у него с офисом президента, мне неведомо. Безусловно, произошел конфликт. Почему, не знаю. Но, думаю, что причина появившейся политические амбиции Алексея Арестовича, причем не просто политические, а президентские амбиции. В одном из интервью мне Алексей сказал, и это его заявление тогда наделало много шума, Алексей сказал, что если Зеленский не пойдет на второй срок, Арестович будет баллотироваться в президента. Это было его первое заявление, наделавшее, повторяя, много шума. И тогда уже, насколько я знаю, количество людей в офисе президента косо смотрящих на Арестовича увеличилось, потому что ты работаешь в команде, и ты собираешься идти в президенты. У нас как бы есть свой кандидат в президенты, Владимир Зеленский. Дальше. Алексей Арестович начинает высказывать оппозиционные мысли, оппозиционное мнение, в корне противоречащее мнению президента и офиса. Мало того, он начинает критиковать президента и офис. Выезжает из Украины и не возвращается в Украину. Алексей пишет, что в Украину он не вернется пока, потому что его ожидают репрессии или что-то еще. Значит, где находится Алексей Арестович? Ну, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Америки. Теперь вопрос. Мне задают вопрос, почему Арестович так критикует офис президента? Кто ему дает это задание? ФСБ? Значит, версия о том, что Алексей Арестович может быть агентом ФСБ, существует. В обществе она есть. Может ли он быть агентом ФСБ? Теоретически я поверить могу в любого человека в сегодняшнем политическом эстеблишменте Украины, что он может быть агентом ФСБ. Безусловно. Но находится, Арестович, повторяю, не в Москве, а в Вашингтоне. Может ли Алексей Арестович выполнять задание определенного эстеблишмента Соединенных Штатов Америки, американского эстеблишмента, по критике президента и офиса. И это я могу допустить тоже. Мы знаем, что в Соединенных Штатах не все восторженно сегодня воспринимают Украину и борьбу Украины с Россией, и Зеленского, и офис президента. Мы это знаем. Есть и Трамп, есть и трамписты, есть и люди в демократической партии, кто хочет снизить помощь, объем помощи. Для этого им нужно что? Для этого нужно показать, что в Украине коррупция, например, что в Украине такие-то, такие-то проблемы, и сказать американцам, ну что мы туда даем деньги, если там у них так плохо. Поэтому, может быть, Алексей Арестович для этой цели используемый? Может быть. Таким образом, может ли Арестович быть агентом ФСБ? Может быть, любой представитель украинской политической элиты? Я уже это сказал. Любой. Подозреваю всех. Практически. Может ли он выражать отчаяние определенной части политического эстеблишмента США? Может. Дальше мы увидим, что будет говорить Алексей Арестович, что он будет писать. Но пока, что я вижу. Алексей вошел в резкую конфронтацию с президентом Зеленским, с офисом президента. И с каждым днем накал этой конфронтации усиливается. Нравится ли мне это? Нет. Сразу скажу нет. Потому что, опять-таки, мне кажется, мне не кажется, я уверен, что сегодня нам нужно сшивать страну. Нам нужно помнить о нашей главной цели, о победе над Россией, над Путиным. У нас сегодня один враг России и Путин. И когда мы ищем и находим врагов внутри Украины, это не способствует объединению вокруг общей цели. Это моя точка зрения. Вы со мной можете не соглашаться. Можете соглашаться. Но говоря об Алексея Арестовича, я хочу сказать еще важный момент. Я очень благодарен ему, и не только я, за то, что в первые месяцы войны своим тихим, спокойным, ровным голосом он успокоил миллионы украинцев. И уберег сотни тысяч украинцев от суицидов, от депрессии, от ужаса, от кошмара, от страха. Потому что нужна была смелость, нужна была сила внутренняя для того, чтобы в самый разгар нападения этой машины на Украину таким ровным, спокойным, меланхоличным голосом говорить, что война еще 2-3 недели, скоро мы победим и так далее. И все думали, что Арестович же сказал 2-3 недели. То есть он огромное дело сделал для украинцев, я считаю. И за это ему честь и хвала. При том, что я еще раз говорю, что мне не нравится то, что сегодня разжигаются страсти. Такие им. Но если говорить о выборах, вот можно говорить все, что угодно. Смотрите, Арестович сказал, он идет в президенты. Уже, я так понимаю, вне того, идет президент Зеленский на второй срок или нет. Но надо же, чтобы были выборы для того, чтобы идти в президенты. А выборов, я уверен, не будет. Их не может быть. В воюющей Украине выборы невозможны. Я скажу коротко, почему, и все это поймут. Чтобы состоялись выборы, нужны избирательные участки. Где вы на фронте будете ставить избирательные участки? Как голосовать фронтовикам? Там сотни тысяч людей на передовой. Как им голосовать? Мы что, будем подвергать риску жизни военнослужащих? Вон, недавно 128-я бригада уже выстроились, ребята, для награждения в одном месте. И туда прилетела ракета. Сколько погибших. Поэтому выборы на фронте невозможны. А выборы за границей, где миллионы украинцев возможны? У нас по Конституции четко мы знаем, что голосовать можно только на территории Украины. За границей территория Украины – это посольство и консульство. Ну, давайте несколько миллионов придет в посольство в Польше, в Варшаве. Как им проголосовать? А внутренне перемещенные лица? Те, кто жили в Харькове, а сейчас живут в Виннице или в Житомире. Те, кто жили в Херсоне или в Николаеве, а сейчас живут в Кривом Рогу или в Киеве. Как их искать? Кто этим будет заниматься? Поэтому волеизъявления невозможно уже по этой причине. А еще. А как кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты Верховной Рады будут доносить до избирателей свои программы? Как они будут за себя агитировать? Телевидения у нас нет, еды не новыны, телемарафон. Это вообще не телевидение, я считаю. Это пародия. Значит, дальше, телеканалы же, все, нету никаких практически. Дальше, митинги невозможны в военное время. Тоже исключено. Поэтому о выборах до окончания войны можно забыть. Мне сейчас скажут, так подожди, Зеленский же на 5 лет, а в 2024 году должны быть выборы. Ну, ребята, у нас война, у нас форс-мажор. Поэтому я считаю, что президент Зеленский должен добыть до конца войны президентом. Да, конечно, если война не затянется на 20 лет, что тоже возможно теоретически. Ну, подождем, посмотрим. У нас сейчас изменения событий постоянно мы видим. Посмотрим. Но пока он взвалил на себя этот крест, и пусть его несет. Его избрал народ, 73%. Война, форс-мажор. Какие могут быть выборы сейчас? Теперь поговорим о Фариону у нас, вторая она, а потом поговорим о ссоре Зеленского и Залужного. Нас смотрит 19151 зритель. Ирина Фарион в очередной раз сорвалась с цепи. Она давала интервью Янине Соколовой. и позволила себе грубо наехать на наших героев-азовцев только за то, что они не говорят по-украински. Я много лет подряд рассказываю уже, что Ирина Фарион, тут три варианта у нас есть по ней. Или она психически больной человек. Или она агент ФСБ. И третий вариант, она и агент ФСБ, и психически больная женщина. Четвертого варианта нет. Нельзя раскалывать страну, в принципе. Преступно раскалывать страну во время войны. Но она этим занимается профессионально. Профессионально занимается тем, что стравливает украинцев. По языковым признакам. Я свою позицию всегда озвучивал и продолжаю это делать. У нас в Украине должен быть один государственный язык. Украинская мова. Все государственные акты, все государственные документы. Все должно быть украинской мовы. Заседания Верховной Рады. Обращения политиков. Телеканалы. Судебные заседания. Все государственные органы. Вся бюрократия. Только по-украински. А вот что касается общения в быту. Вот тут извините. Каждый волен общаться в демократической стране на том языке, на котором он хочет. Хочет по-угорски, пожалуйста. По-украински, прекрасно. По-русски, пожалуйста. По-английски, шикарно. Почему кто-то должен рассказывать людям, на каком языке им в быту говорить? У каждого было детство. У каждого был язык, переданный с материнским молоком. Никому не мешает говорить по-русски в быту и быть патриотом Украины. Русский язык не является языком Путина. Он не приватизирован Путиным и Россией. И русская культура не приватизирована Путиным и Россией. Так же, как немецкий язык не является собственностью Гитлера. И да будет всем известно, после победы Советского Союза во Второй мировой войне. В большинстве советских школ изучали немецкий язык. Да будет всем известно. Моя мама немецкий язык изучала после войны. И никому в голову не пришло в этой уродливой стране Советской, Советском Союзе. А на уродливая страна была Советский Союз. Никому в голову не пришло сказать, не будем учить немецкий язык, потому что это язык Гитлера. Это язык Гёте, Шиллера, Ницше, а не Гитлера. И русский язык – это язык Пастернака и Булгакова, и Салтыкова-Щедрина, и огромного количества потрясающих писателей. Но не Путина. Путин – урод. Он не является автором русского языка. Поэтому то, что делает Фарион, это отвратительно. Особенно если учесть её прошлое. Всегда надо начинать с прошлого. Ирина Фарион была членом Коммунистической партии Советского Союза. Рекомендации туда давал будущий, у меня есть документ, будущий голова Нацбанку Степан Кубев. У меня есть документ, где он даёт и рекомендацию. Особенно подчёркивается вклад Ирины Фарион в изучение иностранными студентами Львовского университета русского языка. Она отвечала за работу с иностранными студентами. Она принуждала их учить русский язык. Это «патриотка» в кавычках. А кто в советское время занимался работой с иностранными студентами? КГБшники. Кто ещё? Это чисто их прерогатива была. Поэтому, когда сегодня эта старая КГБшница рассказывает нам, на каком языке говорить, хочется послать её туда, куда послали её азовцы. Далеко и глубоко. Я прошу наше общество не давать таким фарионам раскачивать лодку. Это сегодня на пользу может идти только одному бенефициару, Путину и фашистской России. Мы должны быть сегодня едины. Одна команда, один механизм. И всё должно быть нацелено на борьбу с Россией. Не надо нас разъединять. А она проснулась и это делает. И очень хорошо, что студенты львивской политехники обклеили всю львивскую политехнику заклыками, что она должна извиниться в фарион. Я думаю, что было бы неплохо выгнать её с университета на заслуженную уже пенсию. Пусть сидит там, строчит мемуары, как она в КГБ работала. Так, это по поводу фарион. И мы ещё с вами, друзья, должны обсудить. У нас в пункте есть ссора Зеленского с Залужным. Что случилось? Подтверждений о том, что Владимир Зеленский и Валерий Залужный поссорились, нет. Никто из них не делал подобных заявлений. Никто из них не выступал с опровержением даже этого. Хотя вот этого хотелось бы, чтобы они вместе, например, находясь в одном помещении, сказали, вот, Владимир Александрович, мастер это делать, вот, как-то бы он с юмором это сказал. Говорят, что мы поссорились, вот, смотрите, мы рядом. Мы вместе, мы делаем одно дело. Разговоры такие ходят. И есть косвенные причины об этом говорить. В частности, Валерий Фёдорович опубликовал статью Залужный в The Economist. Его публично одёрнул замглавы офиса Жовко. Публично одёрнул, так жёстко. Что говорит о недовольстве офиса этой статьёй. Дальше ещё ряд заявлений, не буду говорить каких, они прозвучали. И нам как бы пытаются сказать, особенно русские возбудились. Создали даже фейковые заявления Залужного, якобы Залужный говорит против Зельянского что-то. Искусственный интеллект сейчас такие вещи делает на раз. Но всё это враньё, я повторяю, и никаких подтверждений о том, что Зеленские и Залужные расссорились, ни у кого нет. Я единственное, что просил бы, хотел бы, чтобы они вдвоём появились, повторяю, и развеяли эти слухи. Это было бы очень здорово и для нашего народа, и для нашей армии. Потому что сегодня верховные главнокомандующие, главнокомандующие, должна быть одна сила, один кулак, направленный опять-таки в лоб Путину и фашистской и нацистской России. Друзья, мы полтора часа в эфире, нас смотрит почти 20 тысяч человек в прямом эфире. Я благодарен вам за это время, проведенное вместе. Я прошу вас, пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Подпишите друзей, знакомых, близких вам людей. Вы не пожалеете, мы делаем его сердцем. И я хотел бы, чтобы с каждым днём мы приближались к победе над проклятым врагом. Слава Украине! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Продолжение следует...